Теперь подойти к реке Красная Рыбница с удочкой нельзя. Обозначающих знаков о запрете рыбной ловли нет, но местные жители вынуждены отказаться от своего любимого занятия. По кадастровым картам водоем вовсе не пруд, а река. Еще во времена Советского Союза она была запружена. И более 60 лет это место служило точкой притяжения для жителей и гостей, приехавших отдохнуть. Не хотелось бы, чтобы так было. Так же все приехали, здесь собрались сегодня. И хотелось бы, было бы как раньше. Потому что это одно большое озеро, много природы и это одно единственное место. Некоторые жители близлежащих деревень держат здесь удочку более 50 лет. С самого детства с отцом и со своим дядей я рыбачу на этом пруду. У меня сейчас два внука, Егор и Глеб, которые живут в городе Орле. Они часто ко мне приезжают и я их вожу на рыбалку, приобщаю к прекрасному. Не зря это место называется Красно-Ивановка. Красное, это по-русски, как издревле велось, красивое. Красивым это место является еще и потому, что местные за ним ухаживают. Виктор Мартин приобщил к этому и своих внуков. Как приобрел участок недалеко от пруда, так сразу присоединился к благоустройству территории. Сделали мостки, скамейки, столик. И буквально, наверное, две недели назад там все поспилили и сожгли. Жители считают, что это дело рук помощников нового владельца пруда Игоря Теплова. Обвиняют местные арендаторы и в незаконном использовании плавсредств и вылавливании рыбы. Сказали, что пруд арендованный, уже сети стоят. Друзья сидели рыбу ловили, вот в хвосте это было где-то числа 3-4 мая. Пруд сказали, что арендованный, а сами ставили сети, плавали, вылавливали рыбу. Сказали, им нужна рыба просто для другого пруда. Адвокат арендодателя водоема в письме заверяет, что согласно федеральному закону о любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, ловить рыбу на водоеме, находящегося в собственности, запрещено. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования, бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Купание, плавание на лодках, проведение времени на береговой линии. И мы это право не нарушаем. Доступ остается свободным. Однако любительская спортивная рыбалка на этом пруде запрещается в силу закона и ввиду использования его для целей осуществления аквакультуры – разведения рыбы. Однако в рамках законодательства Российской Федерации в текущем году на водоемах, находящихся в собственности государственной или муниципальной, разрешается любительская ловля рыбы. Запрещается на водоемах, что расположены на землях обороны и безопасности, а также на особо охраняемых природных территориях. Им пруд Красно-Ивановский не является. И хотя, по словам законного представителя Игоря Теплова, все по закону, жители с таким решением не согласны. Сами зарыбляли этот пруд. И такие новости узнать как-то, поймите, когда к вам домой приходит посторонний человек и говорит «это мое, подвинься». Ну как это выглядит? Захватили полностью зарыбленный водоем и выгоняют местных жителей. То есть я считаю, что они нарушают наши конституционные права. И чтобы их отстоять, местные жители собрали подписи и написали коллективные заявления в прокуратуру Орловской области, в Московско-Овское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов и другие инстанции. Проживающие здесь надеются, что им удастся отстоять этот водоем. Стефания Бастрева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.